Я снова вас приветствую в прохождении Mass Effect 3, продолжаем. В этой серии мы встретимся с Лярой Тессони, будет довольно коротенькое, но очень интересное видео. Приятного просмотра. Ляра, ты хотела что-то обсудить в моей каюте? Да, я уже поднимаюсь. Заходи. Спасибо. Может, присядем? Я думала обо всем, что мы узнали о жнецах, и о том, как легко эта информация может быть опять утрачена. Поэтому я разработала план, как сохранить некоторые вещи для потомков. Что это? Архив данных о галактике, информация о жнецах, ретрансляторах, о различных культурах и чертеже Горна. Но есть один момент, по поводу которого я хотела бы посоветоваться. Какой же? Насчет тебя. Мне нужно твое мнение. Хочешь ли ты оставить свой след в истории? 50 тысяч лет. Большой срок даже для компьютера. Пожалуйста, я же был археологом. Я знаю, что делаю. Я запечатываю данные в капсулы и рассылаю копии по разным планетам. И хотя это не абсолютно надежно, установленный туда ВИИ располагает всеми лингвистическими программами, которые я смогла разыскать. Значит, это что-то вроде гида информатора как Страш на Иосе? Да, я занималась этим достаточно долго. Сочту за честь направлять тех, кто в будущем обнаружит эти архивы. Вы уже решили, что доктор Тессони должна написать в статье о вас, капитан? Ты меня достаточно хорошо знаешь, чтобы самой все решить, Лиара. Ты уверен? Да. Хочу, чтобы ты решала сама. Начну с того, что капитан Шепард родился на Земле и сражался за свою родину упорнее, чем кто-либо. Шепард умел обращаться с любым оружием в галактике. Никогда раньше у Альянса не было столь опасного солдата. Он был солдатом и лидером. Солдатом, который сражался за мир. Я счастлива, что была знакома с ним. Осторожнее, как бы это ни стало похожим на дневник. Ничего не могу поделать с собой. Мы с тобой друзья, Шепард. Ты мне тоже всегда помогала, Лиара. Недостаточно. Я жалею, что не была с тобой на Илюме. Ты все наверстала. Что ж, я только что увековечил твое имя среди звезд. Вот это да, прям до мурашек. Круто. Фух. Немножко аж дыхание сперло. Так. Шепард увековечил себя. Среди звезд. Это что-то вроде протеанских маяков. Лиара создает. Вдруг, если что-то не получится. Что ж, я рад, что мы сейчас пробежались по Нормандии. Это просто было шикарное. Серьезно мне понравились диалоги. Ну, тут просто нечего сказать. Но я скажу только одно. Спасибо, что смотрели. Обязательно оцениваем видео. Подписываемся, комментируем, делимся им. Всем счастливо. И всем пока.